Всем привет! Это свежий вечерний Абрамов и выпуск посвящен, разумеется, чемпионству Зенита. Почему разумеется? Потому что у Владимира Николаевича специфическое отношение к Зениту, к тому, что в Петербурге всего одна команда, он считает, что там могло быть 2-3. Ну и, конечно, я думаю, что вас на повал сразит ответ Владимир Николаевич, когда же появится у Зенита реальная конкуренция и кто может пошатнуть этот питерский трон. Обо всем этом вечернем Абрамове, как и о истории спора Коттегенича и Артема Дзюбы. Артема Дзюбы, мнение по поводу того, является ли Зенит футбольной столицей, что это вообще такое. Тут есть ретро небольшая история, надо ли делать чемпионский коридор. И, конечно, история с медалью Ярослава Ракицкого, надо ли ее вручать. И какие могут быть в этом, какие могут быть этого последствия. Ну и впереди, конечно, тур. Зенит играет с Химками. Любопытно, кого назначат комментировать этот матч. Это еще одна интрига. Я плюс-минус понимаю, кто это будет, но сохраним интригу, пусть он сам это объявит. А я напоминаю о том, как раз перед туром, что партнером этого выпуска является компания Бэтбум, которая представляет моим подписчикам эксклюзивный бонус за первое пополнение до 10 тысяч рублей. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, по промокоду и забирайте эти 10 тысяч. Владимир Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну что, мы о Зените-то мало поговорили в прошлом выпуске, а тем между тем много. Вот вы сказали о том, что это несколько искусственное образование. Я удивился, потому что Геннадий Сергеевич высказывается в том смысле, что Питер – футбольная столица. Четыре чемпионства подряд – это очень круто, и действительно никого и близко нет. Нет, это не так. Почему это? Вы понимаете, говорить, что Питер – это футбольная столица России – это неверно. Неверное изложение. Почему? Потому что он же дает понять, что это объективно. Он же хочет подчеркнуть объективный характер. Так. А это совсем не объективный, это субъективный характер. Так. Газпром отстроил, восстановил Питер. Вы вспомните, в каком состоянии 20 лет назад Питер был? Он был в такое впечатление, что только что умер великий наш писатель, который описывал черный Петербург. И поэты Серебряного века, которые говорили, что черный Петербург. Помните? Помните? Вот. Поэтому я вспоминаю, какой был 20 лет назад Питер. Идешь от гостиницы до центра, мать моя родная. И какой он сейчас стал? Кто его отрицает? Откуда такие деньги колоссальные пришли в Питер? Откуда, Сережа? Газпром дает колоссальные деньги. Восстановил все, отстроил все. Да, но это же решение не объективное, а субъективное. Есть человек, который сказал, что будет так, что надо отстроить. И команда будет одна. Ведь помните, Динамо Питерская что-то дернулась. Они даже хотели, ФНЛ начали. Помните? ФНЛ. Я думаю, мама моя родная, действительно смотри. А потом прикинули и сказали, не. Они оттянут огромную болезческую среду, торсиду. Оттянут у Зенита. И Зенит не будет таким популярным, как он есть. Будет развал. Будет такая же борьба, как между Спартаком и ЦСКА в Москве. Понимаете? Вот. Зачем это нужно? Нужно единение. Это тоже искусственно, Сережа. Это тоже искусственно. Потому что Питер, я говорю, Питер до середины 50-х годов, это был футбольная метка многочисленных футбольных команд. А потом стало ясно, что производственная база слабовата для того, чтобы доставать деньги. И было решено, что Газпром и с улицы Каховка, или на какой-то манее улице находятся в Москве, переедут в Санкт-Петербург, построят там офисы, и там будут платить налоги. С этого началось, Сергей, я не хочу в дебре, конечно, можно целую передачу подготовить на эту тему и разобраться, как что было. Собственно, если кто захочет разобраться, как в этом быть, пусть читают мою книжку, я им все про Зенит рассказал. Сергей. Владимир Николаевич, ну а как тогда понимать фразу про футбольную столицу? Что вы под этим понимаете? Вы понимаете, она естественным образом создается. Вот так. Вот, Сергей, чтобы вам было понятно, мы с вами обсасывали вопрос, почему московский «Спартак» самый популярный клуб Советского Союза и России. Очень тяжело, односложно объяснить, почему это так. Очень тяжело. Можно всякую хрень выдумывать, из пальцев высасывать, но факт остается факт. Он прошел эти стадии с 22-го года вместе с петербургским, с ленинградским «Динамо». Они в один год, в 1922-м, я вам напомню. И тот клуб, и тот клуб образовались. Вот ленинградского «Зенита», помните, вот эта вот частушка, она мне очень нравится. Ленинградский наш «Зенит» был когда-то знаменит. Вот, а теперь игра в «Зените», не игра, а «Зените». Помните эту великолепную частушку? Она же многие десятилетия, эта частушка превалировала. Так. Откуда, откуда это, Сережа? Ведь эту частушку, ее пели в 90-х годах, вот на гармошках, вот эти два мужика, помнишь? Да. И она очень нравилась, а «Зенит» был никакой. И вдруг теперь, вы говорите, кто там, Орлов? Да. Он крепко сказал, что, оказывается, это метка российского футбола. Да, столица. Столица российского футбола. Ну, ему, наверное, подсказал Миллер по этому поводу. Сказал, надо говорить вот так. Не знаю, Владимир Николаевич, кто подсказал. Но дело, это же неправда, Сережа. Ну, это же неправда. Метка российского футбола – это Москва. В Москве семь футбольных клубов. Так. В Москве огромное количество болельщиков, которые из разных клубов. Они привыкли друг друга уважать. И уважительно относиться друг к другу. Не портить друг другу настроение. Да, бывают отдельные инциденты. Но это плюрализм мнений. Это очень дорогого стоит, Сергей. В Ленинграде болеют все за «Зенит» сейчас. Хорошо ли это плохо? Я не думаю, что это хорошо, Сергей. Я не думаю, просто так получилось. Надо было хоть как-то вылезать. Просто они вылезли. Спасибо Владимиру Владимировичу. Что я должен сказать. Он помог этой команде крепко стоять на ногах. Кому непонятно мои высказывания, я скажу, еще раз скажу. Купите мою книгу или достаньте. Прочитайте первый рассказ. Я все подробно рассказал. Ну вот. Как что было и вообще, что получалось, что не получалось. У «Зенита» с деньгами. Но дело не в этом. Когда наступают на горло Москве, я удивляюсь, Сережа. Конечно, можно до маразма дойти. Мы дошли до маразма. У нас в центре города, в Лужниках, один из лучших европейских стадионов. Ну, там не играет футбол. Пустует. Там не играет футбол. Умудрились так сделать, Сережа. Так сделать умудрились, что там не играет. Как такое может быть? Вот как такое может быть? Однако, Сергей, это же факт. Да. Поймите, это же не просто стадион. Это же красавец. Это же красавец стадион. На нем смотреть футбол. 80 тысяч зрителей. Спартак 40. Динамо 20. А в нем 80. Понимаете? Когда-то были времена, когда 80 стадион, который 80... Каждый второй матч, когда я ходил, торпеды играл или Спартак. Когда объявляли на стадионе 46 зрителей. 46 тысяч зрителей. Свист. Почему? Болельщиков мало. Мало. Понимаете? Что такое 46 тысяч? Даже лошадей не выводили. Понимаете? Чтобы, знаете, раньше лошади выстраивались на конях милиционеры. И до метро. И объявляли перед началом матча. Что за 15 минут до конца матча объявляли на стадионе. Что станция метро Ленинские горы будет временно закрыта. Такая вот. И все начинали ржать. Понятно. То есть, как только больше 30-40 тысяч было на стадионе, так станция метро Ленинские горы всегда закрыта. Небезопасно было. Понимаете? Что если туда народу. Все гнали на метро спортивный. А как больше 40-50 тысяч, то начинали гнать уже до Фрунзенской. А когда 80, то всех гнали исключительно, исключительно до метро Парк Горького. И вот туда пешкодрано по-другому не доехать. На троллейбус 28 сесть было невозможно. Но зато можно было смотреть, как садятся люди, Сережа. Я видел своими глазами. Троллейбус облепляли так. Облепляли так. А те, кто не могли облепить этот троллейбус. Войти-то вовнутрь, понятно. Столько заходило, из окон вываливались. Понимаете? Окна-то были летом открыты. Понимаете? Сейчас автобусы и троллейбусы не открываются окна. А тогда народ столько завалял. Кто сидел, их выталкивали, они выпадали. А троллейбус весь вот так вот, как комары, понимаете? На меде вот так вот. А те, кто не успел ухватиться за раму, те вот эти вот рогатки поднимали. Тогда шофер выходил троллейбусный, ставил все на место. В это время остатки мест, которые не залепили болельщики, залепляли от конца. И вот он такой, как беременный жук, трогался, на мост заезжал и ехал в сторону метро-университет. Понимаете? Вот как, вот как бы. Это смотреть, это... А сколько прибауток, сколько всяких высказываний про Спартак, про торпеду, сколько придумывал народ вот в этой форме. Частушки все время рассказывал. Собирались. Ну, так было весело, Сережа. Да. Наша футбольная Москва вот так жила, Сергей. Вот так весело жила наша футбольная Москва. И когда говорят Орлов, вот вы простите, Сергей, но я понимаю, что сейчас какой-то футбол на стол. То Константин... Мнение Константина Генича, мнение Александра Шмурнова, мнение Орлова. Ну. Who is the boys? Хочется спросить, кто это такие? Почему их мнение такое высокое? Есть мнение болельщикой среды Москвы. Питера в том числе, задайте, им тоже не очень понятно, почему у них одна команда в городе. Почему нету плюрализма футбольного мнения? Орлов по этому поводу, вы заметили, наверное, никогда не открывал рот. Знаете почему? Почему? А ему заткнули его давно. И сказали, будешь вякать, вообще не будешь комментировать. Ему неоднократно говорили, ему вот, он как только что-то не так скажет про Зенит. Да? И брали паузу долгую, понимаете? Очень долгую паузу брали по этому поводу. Его научили. Ну, просто, человек уже давно за 70, а он все время пытается что-то сказать. Ну, неудобно слушать, Сережа. Потому что, я, Сергей, поймите, я уважительно отношусь к Орлову. Пожалуйста, пусть высказывается, ну, пусть не врет. Пусть просто не врет. И вообще, пусть вспоминает такие великие даты. И вообще, напомните ему, пусть он лишний раз посмотрит великий футбольный фильм «Удар, еще удар». Там вот заря ленинградская. Раз, два, три, кубок будет у Зари. Понимаете? Это еще раз намек на том, что у Ленинграда были разные команды, разные, не только «Зенит». Ленинградский наш «Зенит» был когда-то знаменит, а теперь... Владимир Николаевич, не когда-то был знаменит, а сейчас титулованный, и от титулов никуда не деться. Четыре подряд. Сережа, у нас... Четыре подряд, Владимир Николаевич, и пятизентов рядом нет. Сережа, я с вами согласен, капитализм, кто платит, тот и танцует девочку. Так. У нас вот есть компания, очень богатая компания, настолько богатая, а сейчас в условиях, в условиях спецоперации, где «Газпромбанк» решает все, понимаете? Там деньги колоссальные для «Зенита». Не для всех, конечно, но в первую очередь для «Зенита». Так. Ну вот. Поэтому у «Зенита» настолько много прав, они превышают количество обязанностей, которые у них есть. Так. Вот и все. Вот и все, Сережа. И я говорю, я говорю, было бы здорово, и это, Сергей, было бы... Сергей, вы попробуйте порассуждать на тему. Какое? Что в Питере три команды, ну, к примеру, или четыре. Хорошо, да. Четыре. Вот «Зенит» есть, понимаете? А еще есть «Динамо». Там есть еще «Металист» какой-нибудь, да? Есть там, я не знаю, кто, «Балтика». Балтийский морфлот, да? Там же у них же тоже были команды с очень хорошими традициями. И это все есть. У них много стадионов, развитие, проведение чемпионатов. Они тоже играют в высшем дивизионе, как и московские команды. Вот вы представьте, попробуйте представить, что было бы происходило в Санкт-Петербурге. Ну, попробуйте представить. Но они бы этот «Зенит» сами раздели. москвичам... Валимик Альчанович, но я все-таки это самое, все-таки хотел бы вернуться к истории. Когда же у «Зенита» будет конкуренция? Это же очень просто. Если вы хотите, чтобы у них была конкуренция, попросите «Газпром» финансировать второй клуб в Санкт-Петербурге. У них так много денег, и они в легкую, Сережа, и вам только скажут спасибо, пусть только просто им дадут сверху указания. Они будут финансировать еще один футбольный клуб. Например, там, скажем, «Ленинградское морское пироходство». И будет прекрасная «Пароход». Давайте назовем клуб «Пароход». Да? Сережа. Ведь «Газпром» контролирует сейчас все. И этот «Пароход» станет второй командой в России. В легкую. И «Газпром» даже вот, они даже делодвижения не сделают. Сразу появится еще и второй стадион. Они сейчас, по-моему, они сейчас строят вторую такую башню высотную, да? У них одна есть, мало. Вторая. Вот, а там будет это, а вторая будет финансировать футбольный клуб, там, я не знаю, «Балтика», как я не знаю, это «Пароход» назовем, как хотите. И появится второй клуб. Только это делать не будут никто, потому что Ленинград раздвоится. Да? Раздвоится. Потом расстроится. Вы не читали мой роман исторический? Я там описывал в одной из глав, почему в какой-то мере рушился Рим. Рим был поделен на четыре группы болельщиков. зеленые, белые, помните, красные и голубые. Вот, четыре цвета, четыре. Весь город был поделен. В городе проживало ровно миллион населения, по 250 тысяч в каждом. Но, но, все определялось чем? Кто из императоров выбирает какой цвет? Вот, например, Каракала, знаменитый, да? Он предпочитал голубой. Вот он, и он финансировал голубых. И голубые сразу, они последние 20 лет все время были на последнем месте в гонках на это, на, на арене, как она там, Максимус называлась, Циркус Максимус в центре города. Вот, это главная была арена, там было их четыре или пять арен. У каждой были свои тренировочные поля, то есть, вот как только появлялся президент, ждали, какой он выберет, потому что он, он начинал финансировать в два-три раза больше. И эта команда сразу выделялась, понимаешь, сразу выделялась. Конюшни были другие условия, тренерский состав переезжал туда, денег было, там колоссальные деньги же получали. Вот весь Рим был поделенный, вот сейчас как приблизительно в Москве. Вот если в Ленинграде будут так же создаваться, вот как по системе конюшен, вот четыре цвета выберет Ленинград, понимаете, и Газпрома хватит денег на все четыре команды, на все четыре команды хватит, я вас уверяю, я как финансист, международник, вас уверяю, что денег хватит, понимаете, хватит. И не надо будет их хранить в западных первоклассных банках на счетах, просто на радость людям, что, собственно, происходило в Древнем Риме. Хотите, в нюансах, я в нюансах в одной главе, в третьей или в четвертой описал, на 110 страницах этой главы, описал, как в Риме происходили эти события. Это книга «Хочу женщину в Ницце». Да, книга «Хочу женщину в Ницце». Просто никто на эту тему не писал. Я вот, я занимался этим 17 лет. На бог с ним. Владимир Миколаевич, еще одна тема, которая тоже обсуждается, я не знаю, следите вы или нет, спор Котта Игенича и Артема Дзюбы по поводу истории с Иваном Сергеевым. Сергеев забил количество голов, теперь Дзюба проспорил желание, но Дзюба возмутился. Как же спор этот сделали публичным, как Котта мог и прочее, и прочее. Вы знаете, Котта мог это сделать. В этом ничего нет плохого. Дело в том, что репутация Котта от этого не пострадала. Репутация Артема Дзюбы тоже от этого не так пострадала, как другие примеры, которые он совершил в этом году. Поэтому мы, понимаете, когда я очень люблю Артема Дзюбу и не меньше не меньше хорошо отношусь к Константину Геничу. Котте. Да. Вот. Интересные ребята и ругаться на эту тему, Сереж, ну просто смешно. Сергеев, если вы меня спросите, как мне нравится Сергеев или не нравится Сергей, Сережа, мне, я вот пока не разглядел в нем чудо, чудо нападающего с фантастической скоростью, с великолепной техникой, чутье на гол неплохое, неплохое чутье на гол. Но вот говорить о том, что это золотой мальчик, пока не приходится. Когда у них произошел спор, о чем он говорит, о том, что даже Артем Дзюба, как центральный нападающий Зенита, не разглядел в Сергееве, может Сергеев просто не побрился, все с бородкой со своей такой ходит, смешной, не разглядел его как следует, что он за нападающий. Но все-таки Артем имеет все права на то, чтобы быстро разглядеть такого нападающего. Он все-таки сам играет и он понимает, какой нужен нападающий. Поэтому Артем сказал, да вряд ли он забьет больше трех-четырех голов. А Костя сказал, нет, давай поспорим. А что Костя в этом смысле? Костя, ты знаешь, ты не заметил, Сережа, он на матче ТВ все время разгадывает всякие вот эти вот ребусы, которые задают. А сколько он все время зарабатывает дополнительные деньги. Тысяч по 16, а то и по 20. Разбирается, разбирается. Да, он четко, он здесь тоже почувствовал, что может парень может неожиданно подставить ногу и мяч закатится. Как вот второй мяч правда не закатился, если ты помнишь. Первый-то Сергеев забил, а второй он 2 сантиметра или пол сантиметра. Артем бы этот голубь-то забил своими длинными ногами. А у Сергеева этого не получилось. Ну да. Да, Артему лет 5 бы сбросить, он бы конечно поиграл. Получи чем Сергеев. Владимир Михайлович, интрига неожиданная получилась с тем, кому давать медаль. Зенит планирует, насколько я читал, отдать медаль Ярославу Ракицкому. И здесь возникает вопрос. Пошли возмущения в телеграмме о том, что как же Зенит отдает человеку, который финансирует украинскую армию. Что вы об этом думаете? Какие могут быть здесь последствия и какие есть риски, если Зенит отдаст медаль Ракицкому? Пусть отдаст медаль Ракицкому, он заслужил. Здесь одно другому не мешает. Человек, честно, ну в советское время да, отнимали. У тебя вся грудь была в орденах Ленина, по 4, по 5, по 3 ордена. Потом вдруг оказывалось, что ты английский шпион. Тебе набивали морду и отправляли в места не столь отдаленные и лишали этих орденов. Так. Потом ты 20 лет судился после того, как отсидел и добивался возвращение тебе этих медалей. Но дело не в этом. Дело в том, что заслужил на СИ, понимаете? Если он заслужил, там нужно определенное количество матчей сыграть. Нет, там не нужно определенное количество матчей. Сейчас Владимир дает на команду 40 медалей и вы распределяете. Вот как. Ну, если так решают, если они решают, что он заслужил. Я считаю, что он заслужил. А то, что деньги, которые ему заплатил Зенит, он может отдавать кому угодно. Просто может привезти в мешки и отдать Зеленскому. Если ему хочется. Он же эти деньги сам честно заслужил, заплатил за них налоги. Но если ему вдруг Зеленский понравится, почему я должен ссовать свой нос? Я-то к нему отношусь как к футболисту и разговор веду, а как к футболу. Я вообще за то, что если мы говорим о футболе, должны говорить о футболе. Если мы завязываем этот клубок по всему, а вот он то-то сделал, а вот он шаг влево, шаг вправо. Мне это не очень нравится, Сергей. Я считаю, что Ракицкий, который так долго, много играл, его травили много лет, что почему он в России с 2014 года. А он играл все время, но сейчас сердце не выдержало. Сейчас сердце не выдержало, сейчас да, сейчас идут военные действия. А война это вообще несправедливое дело. Более того, летают шальные пули. И от шальных пуль умирает очень много невинных, вообще людей невинных, ни за что. Война это несправедливая штука. Но это еще раз повторяю, война, которая была навязана России, Западной Европой с Соединенными Штатами Америки. Они уверовали в то, что мы обязательно начнем. Они заставили Украину, чтобы мы начали определенные меры против них. Сережа, что здесь? Ну, что здесь? Ну, сердце Ракицкого не выдержало. У него много родственников, то, то, пятый, десятый. Он не может не помочь. Но стоит ли его за это корить? Я же вам рассказывал, когда начинают умирать дети, умирают старухи, умирают женщины, случайно умирают, попадают под бомбы, попадают под случайные мины, под случайные пули. Боль это, ну, кто-то не выдерживает, ведет себя так. А кто с головой, кто с головой дружит и понимает, что происходит, тот говорит правильные слова. Ну, опять же, с моей точки зрения правильные слова. А со стороны человека, который увлечен либерально-демократическим воззрением европейским, он скажет, не Абрамов дурак. Ну, что я могу ему сказать? Ну, он вот так понимает, и я понимаю так. Ну, да, но вы имеете в виду, чувствуется, вас и по прошлому выпуску задели слова Александра Шмурнова, который заявил о том, что российский спорт в коме, если нет еврокубков, можно чемпионат не проводить. вы вот это среагировали. Да, Сережа. Да, мне это, я еще раз говорю, спасибо, что он это сказал. Я давно был уверен, что он так думает. Он так думал много-много лет. Он не сейчас пришел к выводу, Сережа. Он об этом думал 20 лет назад, 10 лет назад, что если Россия, для него чемпион-то России, не чемпион, да наплевать. Главное, чтобы ты играл в Лиге Чемпионов, а он туда бы ездил комментировать матч. Вот его, что интересовало. У него своя рубашка ближе к телу у него. Его интересовало, как он смотрится там. Ему вот это нравилось. А когда его не привлекают к работе за рубежом, и его французский язык не нужен, а он только он по-французски говорит на матч ТВ. Понимаете? То и чемпионат России не нужен, получается. То и чемпионат России ему не нужен. Ну, можно это оспаривать, но он так считает. Вот он так считает. Я всегда говорил, вы помните, наверное, Сережа, я вам два года назад ваша передача со мной два с половиной года идет, да? Скоро 400 передач как прошло. Вот. И мы с вами все время обсуждаем. И я вам все время говорю, Сережа, для меня дорог чемпионат Советского Союза, кубок Советского Союза, чемпионат России, кубок России. Если мы россияне, из-за чего все это начинается, почему рушится наш патриотизм? Если мы кубок России поднимаем над головой, а слезы на глазах их нету, как у англичан, которые поднимают кубок Англии, понимаете, и у них слезы на глазах. Если у вас слез на глазах, нету, поэтому, понимаете, то, а у нас сегодня один так кубок выглядит, другой так, даже наши уже немолодые специалисты, тренеры вспоминают, что такое кубок Советского Союза, который они поднимали, вот эта вот хрустальная ваза, тяжеленная, с работой, хорошей работой по серебру, она вызывала какое-то ощущение гордости, и футболист помнит, ему сейчас 80 лет, а он до сих пор помнит, как он над головой этот кубок держал, для него это было главное, ему было глубоко наплевать, поедет он во Францию, не поедет, поэтому, когда мы с вами смотрим фильм про того, как один из наших надежд поехал в Англию, они вообще не понимали, когда ему предлагали остаться в Англии, понимаете, они не понимали, как такое можно остаться, у них же родина там, и вообще там друзья, товарищи, и тому подобное, а сейчас по-другому все мыслят, Владимир Николаевич, ну вот традиция возвращается, финал будет в Лужниках, это же прекрасно, Сережа, прекрасно, и если будет Спартак играть с Динамо, если они не выкинут нам какую-нибудь хреновину, понимаете, я уже не верю, понимаете, при такой игре, которая показывает Динамо в последнее время и Спартак, я вот просто не верю, но очень хочу, чтобы Динамо, футбольный матч, Спартак-Динамо, помнишь знаменитая песня? Да, и переполнен стадион, и переполнен стадион, а кто это сидит с красивой дамой, ну конечно он, да, Вася, прекрасная песня, да, Сергей, тогда в стадион ходили с красивыми дамами и гордились, и гордились, что достали билет и идут, я бы хотел, чтобы эти традиции возродились, понимаете, чтобы очень к нашему футболу было вот такое трепетное отношение. Ну вот о традициях, Владимир Николаевич, последний момент на сегодня, какая-то странная тема появилась, что Спартак должен создать чемпионский коридор, поприветствовать, когда выходит, выходит, значит, этот самый, выходит Зенит, ставший чемпионом, поаплодировать, что вы думаете об этом? Такая английская традиция. Понимаете, какое дело? Эта традиция хорошая, и если мы ее включим в наши традиции, это будет неплохо, но в условиях вот этого гнева, а гнев болезческий возникает, потому что источники коллективного богатства, источники, они имеют направление, и эти направления источников определяют наше правительство и, или там, ну, не будем говорить кто, и вот эти источники, и их как, вот понимаешь, как дышло, поворачиваешь, вот если неправильно направил, направил, то вдруг одна команда, которая играла плохо, а у нас за историей вот 30-летней России, все время вдруг одна команда появляется, и того и гляди, лучшая команда, помните, тогда было спирт, помните, сколько спирта было? Вы правы Владикавказ? Да, и Владикавказ был лучшей командой, потом другая команда появилась, потом третья команда появлялась, их уже давно нет, этих команд в высшем дивизионе, мы даже забыли, откуда они появились, но появлялись источники, и вдруг эта команда вырастала, иногда она чемпионом не становилась, но она занимала второе место, третье место играла на кубок, правильно, приезжали знаменитые футболисты из Бразилии, им платили огромные деньги, а тренеры получали такие огромные деньги, что в Европе даже половину им не платили, вот, была такая хрень у нас, мы так умеем мыслить по этому поводу, так, ну, я призываю только к одному, Сережа, к правильному распределению, мы вот с вами в предыдущей передаче разговаривали по поводу того, а если в Санкт-Петербурге другие команды появились, да, две-три, вы говорили, да, это же, было бы это хорошо или плохо, Сережа? Это было бы очень интересно, это было бы хорошо, да, вот, но ведь дело в том, что попробуйте вы вынести этот вопрос на обсуждение, вам бы этот вопрос даже на обсуждение никто не даст вынести, понимаете, вот и все, нужно единство, нужна сильная команда, нужно боление, нужно болельщиков, чтобы очень много, а то эти болельщики разобьются на разные команды, и источники финансирования, почему, Сережа, потому что в советское время, Сережа, было не важно, Сергей, было не важно, сколько у кого денег, какой авторитет был у команды, что у Спартака было, что у Спартака было, просто кроме их знаменитых полей, про которые говорил Евгений Серафим, что они специфический запах имеют, вот, больше же ничего не было, а финансирование, у всех приблизительно было одинаково, вот, там, где лучшая футбольная школа, там, где лучшие отношения, там были лучшие команды, где было больше болельщиков, и тому подобное, поэтому, очень берегли болельщиков, а сейчас деньги превалируют, Сергей, и это не значит, что плохо или хорошо, просто тогда был социализм, да, а сейчас капитализм, да, а капитализм, кто, у кого больше денег, тот и прав, так, но так, во всяком случае, в общественной, по идее, общественно-экономических формаций, такое должно быть, если это нарушается, то, значит, это не капитализм, это что-то другое, понимаете, у нас не всегда, у нас несовершенный капитализм, мы все мечтали, рыночный капитализм, когда рынок будет разруливать, все, не получилось, государственный капитализм, я не сказал бы, что у нас государство, социализм, у нас вообще есть все, все есть, поэтому так вот, так разбито, но во всяком случае, у кого больше денег, и на эти деньги, они покупают то, что нужно, и приобретают нужное количество, и специалистов, и руководителей, и футболистов, получается лучший футбол, но главное, главное это деньги, Сережа, главное это деньги, поэтому просто так, спасибо большое, пожалуйста.